Привет, с вами Каск, в этом ролике я вам расскажу как слегка повысить фпс в старфилд, а также избавиться от лагов и фризов, потому что даже простые настройки графики на фпс практически никак не влияют, каждый параметр около одного кадра, и я считаю это не очень нормально, несмотря на то что движку уже много лет, и разработчики по идее должны кое-как ну все-таки соображать что они делают, но видимо Тодик решил хоть чем-то занять мододелов, все оставил на их усмотрении, на их руки. Пусть сами оптимизируют игру с помощью конфигов, пусть накидывают решейдеры, пусть сами убирают этот тошнотворный фильтр и многое другое. Этот ролик я решил сделать по быстренькому, скорее всего будет еще и вторая часть, но чуть позже, подождем патчи, возможно что-то там оптимизируют. В данный момент назовем что-то как патч первого дня, только ролик третьего или уже четвертого дня. Покажу чего именно удалось мне достичь, какие параметры я настроек графики поставил, какие модификации возможно накинул и так далее. Начнем по порядку, это с настроек графики. Первое что мы делаем, залетаем в игру, заходим в настройки, далее экран, размер экрана мы конечно же не можем поменять, это прикол от xbox. Для того что поменять размер окна нужно будет выйти на рабочий стол, поставить допустим Full HD и зайти уже в саму игру, иначе по-другому никак. Динамическое разрешение и масштаб, разрешение мы оставим чуть позже. Начнем с самого интересного, у меня видеокарта 360 Ti и на ультра настройках на различных планетках в среднем 40-45 FPS. В закрытых помещениях естественно 80, где-нибудь в городах и того меньше. У кого видеокарта аналогичная по мощности, можете примерно повторить мои настройки. У кого очень слабая система, если игра запустится, ставьте конечно же на самый минимум. Самое интересное то, что многие настройки на картинку никак не влияют, тем не менее, допустим тени. Сейчас у вас на экране самые низкие настройки графики и самые высокие, то есть ультра. Как вы можете наблюдать, разница на самом деле минимальная. Текстура никак не меняется, потому что качество текстуры настроить нельзя. Сглаживание то же самое, настроить его никак нельзя. Это я имею ввиду в самой игре. Давай пролетай уже. Это я имею ввиду в самой игре. Конечно же с помощью модификации все это можно исправить. Начнем по порядку качества теней. Ставим среднее, непрямое освещение. Среднее, отражение, низкое, частица. Я оставляю на высокое, объемное освещение. Можно поставить либо среднее, либо высокое. Я оставляю все-таки на высокое. Плотность толпы. Ну, я ставлю низкое. Размытие движения. Мне не нравится, я его отключаю. Качество GTAO. Среднее, качество травы. Низкое, контактные тени, среднее. Синхронизацию я отключаю. И у нас остается это VRS. В моем случае на FPS никак не влияет. И глубина резкости тоже на FPS никак не влияет. Тут можете оставлять, выключать как вашей душе угодно. Ну и самое интересное, то что может хоть как-то прибавить заветное наше количество кадров. Это включение FSR. Поднявшись выше, мы найдем масштаб разрешения рендеринга. 75% это у нас примерно 1920 на 1080. 66% это у нас примерно 1600. Ну и 50% это 1280 на 720. Ниже ставить я не решился, потому что, да, FPS в моем случае становится где-то 60-62 кадра. Но слишком много мыльца. Плюс я делал замену DLSS на FSR. Либо я как-то не разобрался, не знаю, делал все вроде как по гайдам, читал на форумах, делал даже по ролику. В моем случае, да, он включается, появляется иконочка DLSS, но на FPS никак не влияет. Чуть лучше текстуры прорисовываются, но FPS, как я видел на ролике, у чувака было 40 и стало 70. Я такого точно не заметил. Поэтому если кому-то и помог DLSS, то напишите в комментах, поделитесь своим опытом. Мне будет самоинтересно. В общем, я оставляю на 75%. Картинка более-менее, можно чуть-чуть больше добавить резкости. И у нас в среднем уже вместо, допустим, 40 кадров, около 55. Где-то 15-20 кадров повышается. В закрытых локах уже 65, становится около 80. В игре мы, в принципе, все настроили. Сохраняем настройки и выходим из игры. Если у тебя есть большое желание поддержать автора этого канала, то есть меня, можно это сделать на моем бусте. Но без подарочков и разных фишек, плюшек я вас не оставлю. Вас ожидает специальный архивщик для бусте, с твиками, реестрами и максимально жесткой оптимизацией. А также гайд по этому архиву, который я записал на более чем 30 минут. Все ссылочки будут в описании. Теперь мы слегка оптимизируем нашу игру, а чуть позже уже систему. Качаем по ссылке в описании наш архив, перекидываем на рабочий стол и открываем папку. Здесь у нас находятся две папки. Starfield и оптимизация. К ней мы вернемся чуть позже. Начнем с первой папки Starfield. Сюда я закинул русификатор. Мало ли кому-то пригодится, если до сих пор кто-то его не нашел или не поставил. Заходим в папку русификатор. Просто копируем все эти файлы. Нажимаем копировать. Переходим в папку с игрой. Нажимаем pkm вставить. У меня уже русификатор установлен, поэтому мне не нужно заменять файлы. У вас же просто без замены все поставится. Если у вас до этого уже стоял русификатор, вам нужно будет полностью его удалить. Чаще всего он находится в Data. По-моему, интерфейс, да. Удаляйте папку и вроде как strings. Но читайте описание, какого именно русификатора вы ставили. Если вы будете обновлять русификатор, потому что новая версия выходит практически каждый день. Нужно будет зайти в Data и удалить папку Interface и Strings. Удаляете и с папки Data, которую вы скачаете, копируете и кидаете в папку Data. С русиком мы разобрались. Следующее это у нас фильтр. Не всем может понравиться, возможно кто-то уже привык к дефолтному фильтру. Но я лично так играть не могу, мне действительно хреново становится. На вашем экране вы сейчас наблюдаете, как выглядит фильтр. В каких-то подземках или закрытых локах вообще отлично. Но местами есть пересвет, поэтому тоже на вкус и цвет. Что мы делаем? Открываем папку Filter. Далее переходим в Документы. My Games. Starfield. Сюда нам нужно перекинуть будет Starfield Custom. После берем и перекидываем. У нас появляется файлик с командами Archive. Далее переносим Data прямо вот сюда в Data. По-моему замену он не будет предлагать, а сразу все это скопирует. Если предложить замену, то заменяете. С фильтрами мы тоже закончили. И остается у нас Config. Здесь для вас я собрал 4 конфига для различных систем. Высокие, низкие, средние и ультра. Допустим возьмем мы ультра. Нажимаем Pkm, копировать. Переходим в папку с игрой. И где у нас находится приложение Starfield.exe. Нажимаем Pkm, вставить. И заменить файл в папке назначения. Вдруг чего, на всякий случай, просто берем, нажимаем Pkm, копировать. Pkm на рабочем столе и вставить. То есть делаем бэкап. Если вам что-то не понравится, нужно будет заменить. Просто берем, перекидываем назад и заменить файл в папке назначения. Так же самое делаем Medium, Low и High. В чем плюс этих конфигов? Потому что на картинку они практически не влияют. Я лично делал скриншоты и не заметил вообще никакой разницы. Но на 5 фпс стало больше. Да, возможно покажется это мало. Но тем не менее, когда у меня допустим 45 фпс. И в принципе не ухудшая картинку, получаем 50. Это очень даже неплохо, как я считаю. Еще есть способ, это прям на крайний случай. Я уже успел проверить. Да, Nvidia Inspector в Starfield работает. Если будет желание. Если у вас очень слабая система, можете его использовать. Как им пользоваться, ссылочка на ролик будет в описании. Я там все подробно рассказал. Правда в моем случае тоже. Где-то на 3-4 кадра стало больше. Это если выбирать DX и OGL плюс 2. Картинка слегка ухудшается, но чуть больше кадров. Я лично не использую, потому что для моей системы это глупо делать. А для более слабеньких ПК в принципе может подойти. Ну и теперь переходим к самой оптимизации винды. Те ребята, которые видели мои предыдущие ролики по оптимизации различных игр. Называется оптимизация и повышение фпс. Или наоборот, честно не помню. Можете эту часть уже пропускать. Потому что ничего нового я вам здесь не расскажу. Это касается новых зрителей. Мои подписчики уже давным-давно все это оптимизировали. Все это сделали. И возможно наслаждаются. А возможно страдают. Поэтому чисто для новых зрителей, которые сюда попали случайно. Мы открываем папку оптимизация. Здесь у нас есть три папки. Настройка видеокарты. Очистка. Твики. Реестра. Далее приложение MSI Mod. И схема питания. Начнем мы со схемы питания. Открываем команда. Копируем схему питания. Копируем команду. Нажимаем Pkm. Копировать. Нажимаем Pkm на пуск. Windows повышал администратор. Нажимаем Ctrl плюс V и Enter. Закрываем. Закрываем. Открываем ярлык схема питания. Показа доп. схемы. И ставим галочку на максимальная производительность. Если вдруг нужно будет вам ее удалить. Нажимаем на настройка схемы. И просто удалить схему. Только перед этим не забудьте галочку поставить на любую другую схему. Потому что так оно не удалится. Теперь нам нужно перейти в папку с игрой. Находим приложение Starfield.exe. Нажимаем Pkm. Свойства. Совместимость. Ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран. Далее параметры высокого DPI. И ставим галочку на режим масштабирования. Нажимаем ОК. Применить и ОК. Копируем путь к самому приложению Starfield.exe. Нажимаем Pkm. Копировать. Закрываем папку. Открываем аппаратное ускорение. Если ваша система поддерживает аппаратное ускорение, тогда можете ее включить. И после всех этих настроек не забудьте сделать перезагрузку своей системы. Но мы ее включаем тоже в том случае, если наш процессор мощнее, чем наша видеокарта. Нажимаем обзор. Вставляем наш скопированный путь. Starfield.exe. Добавить. Параметры. И ставим галочку на высокая производительность. Сохранить. Очень хорошо работает на ноутбуках. Нажимаем Pkm на пуск. Диспетчер устройств. Опускаемся в почти самый низ. Находим высокоточный таймер событий. Нажимаем Pkm и отключить устройство. Нажимаем поиск. Пишем. Панель управ... Нет, подожди. Нажимаем поиск. Пишем. Xbox Game Bar. Так, все это мы закрываем, если ни разу не открывали. Нажимаем настройки. Создание клипов. И иногда случается такое, что галочка на записывать фоновом режиме у нас включена. Поэтому мы ее обязательно отключаем. Далее нажимаем закрыть и закрыть. Следующая настройка касается небольшой оптимизации нашей видеокарты. Для этого мы открываем наш архив. Оптимизация. Настройка видеокарты. И здесь у нас есть три папки. AMD Radeon, Intel и NVIDIA GeForce. Начнем с NVIDIA. Первый подпункт. Драйвера. Залетаем на сайт и качаем последнюю версию драйвера для нашей видеокарты. После этого делаем ее установку. Перезагружаем наш ПК. И открываем NVIDIA Driver Settings. Здесь все просто. Делаем то, что указано у нас на картиночках. Не зря же я их создавал. Если видеокарта у нас от AMD, открываем папку AMD Radeon. По сути то же самое. Залетаем на сайт, только качаем последнюю рекомендованную версию видеодрайвера. Делаем Minimal Install. Перезагружаем ПК. Открываем AMD Driver Settings. И делаем то, что указано у нас на картиночках. Киберспорт, производительность и так далее. Если у нас Intel, кстати... Сори, чувак, я походу забыл удалить эту папку. Да, забудьте. Для Intel это не работает. Я только сейчас понял, что это звучало двухсмысленно. Потому что, во-первых, я имел ввиду изначально это в стройку. А тут же вышла новость, что на Intel Arc Starfield не работает. Нужно ждать драйвера. Иногда такое происходит. Не обратив внимания на свои фразы... Можно ляпнуть что-то не то. И кого-то, возможно, обидеть. Хотя вы сами виноваты. Зачем покупали Intel Arc? Вас что, Nvidia не устраивает? Следующее, что мы делаем. Открываем папку Аочистка. Открываем Delete Time Files. Выделяем все файлы. Нажимаем Shift, Delete и Enter. Все, что у нас не удаляется, нажимаем Отмена. Возвращаемся назад с помощью Backspace. Делетаем файл. Выделяем все файлы с помощью Ctrl. Английское А. Далее нажимаем... Отпускаем пальцы. Нажимаем Shift, Delete и Да. Отмена. Возвращаемся назад. Disk Cleanup. Выбираем Disk C. Окей. Очистить системные файлы. Выбираем Disk C. Снова Окей. Ах, обещал в прошлом ролике все это я поудалять. Не удалил, балабол. Да блин, удаляется долго, мне как-то лень. В общем, ставим везде галочки и все это очищаем, удаляем. Я чуть позже удалю, обещаю. MSI Mode. Нажимаем Pkm. Запуск от имени администратора. Да. Здесь мы находим нашу видеокарту. Ставим галочку на MSI. И приоритет мы выбираем High. И нажимаем Apply. Все остальные, ребят, не трогайте, не рискуйте. Не нужно менять приоритет, кроме видеокарты. Ну и самое интересное, что чаще всего помогает, либо наоборот, ухудшает, это твики реестра. Здесь в папочке у нас находятся 5 файлов реестра. Перед тем, как делать их активацию, мы делаем бэкап файлов реестра. Здесь у нас есть папка с бэкапом. И все очень красиво. И даже в картинках я расписал. Не поленитесь, прочитайте или посмотрите, как все это делается. Если поленитесь, допустим, мы сделали активацию, там что-то из головы у нас вылетело. Заходим в бэкап и возвращаем их назад. То есть это уже возвращает их в исходное состояние. Первые два файла реестра. Отключают Xbox DVR. Супер важная штука. Многие мне писали. Ну, как многие. Человек 15. Остальные, скорее всего, им просто лень писать. При удалении или отключении Xbox DVR где-то в среднем на 10-20 кадров повышается FPS. Но далеко не всегда, поэтому тоже имейте это в виду. Нажимаем PPM слияние. Game DVR 2 PPM и слияние. Если вдруг у нас нет слияния, допустим, этой вкладочки нет. Нажимаем 2 раза LPM. Либо запускаем как обычное приложение. Отзывчивая систему PPM слияние. Сетевой троттлинг пропускаем для этой игры. И системный приоритет тоже PPM и слияние. Следующее, что мы делаем. Открываем ярлык Xbox Game Bar. Переходим на игровой режим. И если он включен, все хорошо. Если нет, включаем. Записи. Все, что здесь будет у вас указано, ставите на минимальное значение. Если вы молодец, отключили DVR, то у вас будет так же самое, как и у меня. Переходим на Xbox Game Bar. Его тоже мы отключаем. Далее. Главное. Конфиденциальность. Опускаемся в самый низ и находим фоновые приложения. Здесь у нас есть два варианта. Первый вариант, который использую лично я и ни на что не жалуюсь. Все работает шикарно. Просто отключаем все фоновые приложения, чтобы они не работали в фоновом режиме. Зачем это делать? Я думаю, обещать не стоит. Либо же, если боитесь так делать, не знаю почему, можете просто подключать ненужные приложения. Иксбоксы, компаньоны иксбокса, карты, калькуляторы, записи голоса. Голос сейчас идет, надеюсь? Е-е-е? Да, идет. Молодец, отключится. В общем, отключаем все по желанию, либо те, которые мы не хотим видеть у себя на системе. Получается как-то так. После всех этих настроек залетаем в Starfield и наслаждаемся. Если не высоким, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч.